Привет! С последнего моего видео прошло достаточно много времени, и я чувствую, что я должна сделать какой-то апдейт и рассказать вам новости. Если вы пропустили мое предыдущее видео, то вот короткий отрывок, который, в общем-то, раскроет всю сложившуюся ситуацию. Как вы пропустили мое предыдущее видео? Он может быть злокачественным, то есть онкологией, может быть доброкачественным, то есть это фиброднома, если не ошибаюсь, называется. Это неприятная процедура, неболезненная, но неприятная. Я описывала, опять же, в предыдущем видео, что это такое, как это делается, и я получила результаты. Я только что вышла от онколога. По результатам функций это фиброденома. Это не онкология, слава богу. Завтра же с утра мне нужно ехать на консультацию к хирургу, потому что, как я уже говорила, из-за размеров фиброденома мне все равно нужно делать операцию. Сегодня я уже была на консультации у хирурга-онколога. Поскольку фиброденома у меня, как я уже говорила, достаточно большого размера, ее, скорее всего, все равно рекомендуют удалять. В планах сдать много анализов, пройти много врачей, чтобы подготовиться к операции, после этого дальше общаться уже с хирургом и, соответственно, хирургия. Сейчас у меня в груди есть новообразование, которое называется фиброденома. Насколько я поняла из большинства источников и от одного из врачей, это то, что фиброденома, во всяком случае, такая, не перерождается в рак, в онкологию. Кто-то говорил, что перерождается, но я склонна доверять все-таки первому специалисту больше. И мне предстоит операция по удалению этого новообразования. Еще в июне, когда мне провели пункцию, мне назначили направление, мне выписали направление на операцию, но я решила, что операция это все-таки тяжело и неизвестно, как долго будет заживать место хирургического вмешательства. Я не знаю, как это правильно назвать. И было только-только начало лета, и поскольку это не экстренная операция, ничего угрожающего моей жизни нет, я решила отложить операцию до осени-зимы, когда я смогу просто ходить в свитере, спать, отсыпаться, отдыхать. А лето все-таки хотелось провести максимально насыщенно, съездить на море, позагорать, ходить в купальники в конце концов. Я думаю, после операции мое тело было бы не готово к такому. Сейчас октябрь, сейчас я думаю вернуться как раз к этому вопросу, поскольку я так понимаю, что эта ситуация никак не разрешится, кроме как хирургии. Поэтому я планирую все-таки прооперировать и удалить это новообразование, и закрыть, наконец-таки, этот вопрос. Самое главное, со мной все в порядке, и опять же, нет никакой угрозы жизни и здоровью. В общем-то, это и есть апдейт, наверное, который я должна была для вас снять, рассказать, что как происходит. Если вы пользуетесь Инстаграмом, то добро пожаловать ко мне. Там все-таки все оперативнее, там гораздо проще просто делать апдейты каких-то новостей своей жизни, и написание поста или истории — это просто минуты, в отличие от многих часов монтирования видео для YouTube-канала. YouTube-каналом я планирую заниматься. На самом деле, я снимала какие-то видео в это время, пока меня не было на канале, но не выкладывала их хотя бы потому, что логически я должна была все-таки как-то закрыть эту историю с предыдущим видео, объяснить, чем все разрешилось, и было бы странно в подвешенном состоянии таком снимать и показывать вам другой контент, развлекательный и такой позитивный, веселый. Вот, поэтому спасибо всем, кто отписал сообщение. Мне правда очень помогла ваша поддержка. Я читала все-все-все ваши комментарии и в Инстаграме, и на YouTube, и я до сих пор в таком легком недоумении от того, насколько у меня добрые, теплые, светлые и понимающие зрители здесь. Спасибо вам большое. Я сейчас разревусь просто от пересбытка чувств. Вы очень классные. Спасибо, что поддерживали меня. И все, все неприятное пока что на этот момент закрыто, и дальше будет только добро, свет, позитив и веселье. Вот, хочу в ближайших выпусках показать, как полюбить осень, потому что для меня это было прям настоящей проблемой. Долгое время я от конца лета до начала весны просто выживала изо всех сил, как угодно. Просто это было такое время преодоления. Но несколько лет назад все изменилось, и я сама над этим поработала. Я сама изменила свое отношение к осени, и я с вами поделюсь всякими такими маленькими радующими шпуками. Еще хочу показать вам мои походы в лес за грибами. Я уж не знаю, насколько это кому-то интересно, но это настолько большая часть меня. Единение с природой, прогулки на природу и походы именно за грибами и ягодами. Я обожаю дикие растения собирать. Я не знаю, как по-русски это сказать. В английском языке есть слово foraging. Вот оно максимально точно описывает вот это мое хобби. Хочу снять несколько видео про моего пирожочка, про мою собаку, потому что у нас тут много прям новостей и еще куча праздников. У кого-то скоро день рождения, у кого-то скоро год, как она у нас живет. У кого-то очень необычные вкусовые предпочтения, о которых я тоже хотела рассказать. И, в общем, если у вас есть какие-то вопросы про нашего пирожочка или про собак в целом, задавайте. Буду с удовольствием на них отвечать в новых видео. Вот. У меня большая новость. Следующее видео. Не буду сейчас перегружать это. Все. Целую, обнимаю. Пока. Ваша Настя. Субтитры сделал DimaTorzok